Начну немного с самопредставления. Меня зовут Алексей Осменин. Я работаю в компании Мера, ведущим разработчиком. И вот, собственно, повезло мне поучаствовать в конференции Google.io. И вот сегодня я как раз хочу рассказать о том, что я там увидел, ну или вообще просто об интересных вещах, которые я там презентовал Google. Хочу я все это рассказать. Саша, куда его направлять-то? Однако. О, пошло. Отлично. Вот, хочу я... Да, только с этой стороны работают. В общем, хочу рассказать это все в таком ключе, с точки зрения, о вещах, которые интересны с точки зрения инженеров. Вот, собственно, именно поэтому я сразу же опущу такие вещи, как... Такие вещи, как ассистент, всякие там, алло и дуо, и, в общем, прочие вещи, которые Google рассказывал, но при этом они интересны абсолютно только простым пользователям и неинтересным разработчикам. А также я не буду рассказывать о вещах, которые будут в сегодняшних докладах и других ребятах, но просто даже, чтобы не антаблировать одну и ту же информацию. Так вот, перейдем к основному. Android Instant Apps – это такая возможность для пользователей, чтобы, в общем, пользователю могут пошарить какую-то ринку, и вместо того, чтобы скачивать и устанавливать какое-то приложение, на которое этот ринг ведет, пользователь может, нажав на нее, просто получить доступ к этому приложению, и оно, собственно, запустится и будет работать без необходимости его скачивания из Google Play, для установки, разрешения пермишенов, ну и все в таком духе. Эта вещь пока еще не зарелизилась, и она находится в бета-тесте, но сейчас уже можно записаться, и в скором времени Google выкатит из SDK для этого, может получить, попробовать все своими руками. Дальше я хочу рассказать про новинки, которые введены в Android N. Естественно, опять же, Google из года в год добавляет очень много всяких прикольностей в Android. Вот, собственно, Android N не стал исключением, и первое, о чем я хочу рассказать, это новые возможности notification. Теперь появилась возможность direct reply, так называемого. То есть теперь пользователь, вместо того, чтобы заходить, ну, тыкать на notification, заходить в приложение, там, вбивать какие-то символы, отвечать пользователю, может это сделать прямо из notification. И делается это довольно просто, вот, с помощью первых четырех... С помощью первых четырех шагов можно создать notification и отправить его. С помощью пятого шага можно получить текст, который был пользователем notification, и, собственно, все готово. Еще одна вещь, которая была с notification, это их группировка. Теперь notification с примерно одинаковым контентом можно сложить в одну группу, и тогда у пользователя будет возможность применить какое-то одно общее, единое действие для них. Например, с Disney сети, или наоборот, открыть приложение, посмотреть, поменять настройки и так далее. Опять же, все делается очень просто. Всего лишь выставить надо set-групп, передав туда определенного типа стрингу, и потом для создания notification в своей же группе просто передавать ту же самую стрингу, ну, и notification-менеджерный тифарик. Вот как-то так. DoseMod появился еще в Android версии 6.0, наш Мэллоу, и призван для того, чтобы сохранить заряд батареи. Суть его в том, чтобы при выполнении трех условий, а именно, когда экран телефона погашен, находится он не на зарядке, то есть питается от батареи, и когда он лежит неподвижно, через какое-то время включается DoseMod. DoseMod накладывает ограничения на пользование сетью для приложений, и при этом он допускает пользование сетью приложением только в определенный maintenance window. То есть все приложения разом залезли, сделали все, что надо, и опять у них доступ отключается. Вот в Android версии N будет эта функциональность еще заипроблена, там появилось теперь не только, когда телефон просто лежит на столе с выключенным экраном, а теперь даже в кармане джинс, например, у пользователя тоже будет включаться этот DoseMod, и появились еще второй пакет ограничений, там ограничиваются вейтлоки, ограничиваются аларменеджеры, джоб-скедлеры, никаких сканов Wi-Fi-сети, никаких GPS, все это тоже, опять же, работает только во время maintenance window. Ну и где-то это что-то раз в 10 минут, что это происходит. Вот примерно так. Еще одно нововведение, которое призвано сохранить заряд батареи, это как раз вот Project Svelte. Его суть в том, что, вообще как раньше было, какие-то приложения подписываются на, например, connectivity action, и как только меняется что-то в настройках Wi-Fi-сети, все activity, которые на это подписаны, просыпаются, думают, а что бы нам сделать, проверяют, а ничего, и опять засыпают. Чтобы это избежать, Google отказался вообще от этих экшенов, как и от экшенов для камеры, видео и пикчер. И теперь Google рекомендует использовать джоб-скедлеров. Собственно, опять же, возвращаясь к доз-моду, джоб-скедлеров прекрасно стопается доз-моду. Ну, в общем, батареи экономят. Еще из нововведений масштабирование экрана. Теперь у пользователя есть возможность не только поменять размер шарифта, например, на телефоне, но и всего контента, отображаемого на экране. При этом все приложения получают примерно такое же уведомление, как и просто при смене ориентации. То есть тут главный коммент от Google не использовать пиксели для установки размеров виджетов, а использовать именно пиксельнезависимые единицы, типа DP. И тогда, в принципе, все будет хорошо, все будет автоматически работать. Появились крик-сеттинги. Теперь разработчик может добавить свою функциональность, разрешить пользователю пользоваться функциональностью своего приложения, прямо, не разлочивая телефон с вот этого полотенчика сверху, который является крик-сеттингами. И тут все тоже довольно просто. То есть тут с помощью этих ключевых классов можно получить такие коллбэки соответствующие и, собственно, все похендить также создавая свой тайл поставить иконку лейбл. Не забывайте про апдейт. А, и еще надо обязательно все зарегать в мунифесты, чтобы системе было понятно, что приложение намеревается использовать пиксельнезависимые, ну, то есть имеет возможность быть под ним. Появилась возможность выбрать не только один язык, главный, но и несколько. То есть в таких странах, например, как Франция, где два основных языка английский и французский, пользователь может хотеть, например, видеть контент в мапсах на английском языке, а новости, например, читать на французском. Вот. И теперь у него будет возможность поставить себе такую настройку, выбрать себе так языки, упорядочить так, как их надо, как ему надо, и вот, собственно, пользоваться так. А также в Android N появился VR-режим, который включается буквально простым вызовом у Activity метода set VR-мод Enabled True и буквально все готово к использованию в Cardboard или в их Dream, который у них скоро тоже будет и рассказан, и вообще скоро выходит. Появилась фишка такая Daring Boot, это когда если телефон после перезагрузки не разлочен пользователем, то далеко не все приложения теперь запускаются сразу. Это, во-первых, позволяет телефону быстрее загрузиться, во-вторых, некоторая упорная безопасность тоже делается. При этом, если приложению какому-то типа мессенджера обязательно надо работать сразу после загрузки, то там можно прописать в манифесте соответствующий флажок и потом просто ждать продкаст Action User Unlocked и, собственно, получить все эти. Также появилась возможность разрешить приложению доступ не ко всей, например, не ко всему internal или external сториджу, а, например, только в какой-то конкретной папке. Если у нас приложение нуждается в картинках, то ему можно расшарить только директорию с картинками и так далее. Это понятнее и для пользователя зачем ему доступ и, собственно, для приложения правильнее. Android VWG такая фича, что по сути для использования корпоративными пользователями какого-то общего environment на своем телефоне, то есть там и VPL и определенные настройки безопасности будут и какие-то в общем все будет администрироваться компанией. вот такая штука. OmpoGL, ES32 и Vulkan. Vulkan это 3D-графический движок для создания игр. Как подсказывают, скоро он появится и на айфоне тоже. Поэтому ну, вроде как перспективная такая штука. В IndyKey обновились версии Кланга и GC. Несмотря на то, что GC обновили, он скоро будет задеприкейчен. Поэтому Google теперь рекомендует все-таки всех переходить на Кланг постепенно. Ну и также теперь дефолтная архитектура ARMv7, а всех там старых можно забыть. Спокойно компилить под V7. Также были про апдейчены Support Library. В Support Library появилась теперь возможность закоммитить фрагмент прямо сейчас с синхронным вызовом. Раньше по идее это можно было сделать с помощью Execute Pending Transaction, но это тогда закоммитило бы все предыдущие транзакшены. Тут теперь для конкретного фрагмента можно сделать синхронный вызов. Это позволит проще похендлить лайфсайл этого фрагмента. Право с единственным ограничениям здесь нельзя добавлять эти фрагменты в Backstack, поскольку будет выброшено исключение в таком случае. Там у них какая-то зависимость на то, что Backstack тогда не получается зарезолвить с асинхронными вызовами. Поэтому сделано так. Появились снова появились вектор Drawable где animated вектор Drawable. Если в версии 23.1 они были добавлены, потом в следующей версии они были исключены потому, что были проблемы с memory ликами, то теперь они опять вернулись, все есть, никаких memory ликов, все работает нормально. Появились также Custom Tava, они тоже были и в предыдущих версиях, но теперь у них есть возможность закинуть им URL, так, чтобы они закэшировали свои данные до того, как пользователь перейдет на этот самый Custom Tab, то есть у него сразу откроется общий кэш, все будет понятно. Bottom Ship такая штука, которая вытягивается снизу, отображает какой-либо контент, ну чисто визуально такой элемент из Material Design, вот теперь поддерживается все на более ранних версиях Android. изменения в Development Tools в новом Layout Editor появилось такое окно Blueprint, оно позволяет пользователю, позволяет разработчику увидеть все маржины, отступы и прочие такие штуки, также появилась возможность редактировать меню Android приложения, появился новый вид Layout Constraint Layout из себя представляет ну что-то вроде даже скорее менеджера Layout, чем просто макет, самая главная его особенность в том, что он имеет в себе такой параметр как BIOS, с помощью которого можно задавать смещение относительно каких-то элементов в процентных единицах, то есть вот здесь например по 50% с каждого края и все оно посередине. В целом сам Constraint Layout похож больше на Related Layout, то есть тут также можно указать какой-нибудь виджет как Anchor и относительно этого виджета выравнивать другой виджет и все в таком духе. Я думаю, что появление этого Constraint Layout вызвано появлением функциональности многооконного режима, но об этом немного позже. Теперь в новом Layout инспекторе вообще по-моему это что-то типа логического развития инархивью, теперь можно прям в рантайме запустить свое приложение, тыкнуть кнопочку в Android студии и сделать снапшот экрана телефона, на котором после чего можно проверить все параметры всех своих виджетов, всех элементов, если если вдруг какой-то аватар внезапно пропал с появлением какого-то контента или visibility убьюхи не излилось вовремя, собственно, вот теперь можно дебажить таким образом это дело. Код sample browser позволяет разработчику выбрать какой-то имя класса или тип переменной и посмотреть sample кода предоставляемый Google прямо сразу же в Android студии никуда не переходя сразу посмотреть как пользоваться тем или иным классом. Межн манифест viewer позволяет увидеть в общем как было раньше добавляем какую-нибудь арбиблиотеку в проект она за собой может подтягивать из-за своего манифеста какие-то новые пермишены новые фичи еще какие-то штуки и все это межн в один манифест и зачастую было непонятно что вообще там такое и откуда это все пришло вот теперь в межн манифест viewer все сразу встает на свои места что откуда пришло все показывается API Analyzer призван для того чтобы уменьшить размер APK файла собственно показывает все ресурсы которые находятся в APK при этом может даже показывать размеры тех ресурсов которые пользователь подгрузит из Google Player когда скачает приложение и установит себе на телефон и также появился Espresso тест-рекордер ну собственно теперь можно сразу же провести допустим один мануальный тест протыкать все свои юзкейсы UI записать все это тест-рекордером а потом все это запускать либо локально на своей машине либо запускать это на Firebase Также в Android студии в новой появился Firebase плагин поддержка CMake Indicay Builder Jack Compiler который переводит Java код в Android байт код в нем тоже произведено несколько улучшений он позволяет теперь использовать некоторые фишки Java 8 типа в более старых версиях андроида ну и также появились новые версии связанные новые тузы для статического анализа которые помогут проверить Java 8 код у меня на этом все вопрос вопрос какие-либо да масштабирование работает в главном окне или все приложения тоже нет почему оно на все приложения тоже влияет все приложения получают configuration change то есть у них тоже да по идее так слушаю выходите не стесняйтесь а гроб вырежите второго микрофона нет макс Ну, видимо, что бы ты советовал попробовать прямо вот сейчас и завтра, если его что-то перечислить? Ну, во-первых, Instant Apps, Instant Run. Обязательно посмотрел. Ну, вот Instant Apps, да. А то есть они всех превью уже давно доступны, да? Нет, там можно записаться, надо там указать имя, фамилию, указать свой package name своего приложения, и они тебе в скором времени пришлют SDK-шку, которая позволит, собственно, все это проверить, попробовать покрыть. Нет, я не работаю. Вот, ну, всего остального, да вообще все пробуйте, все интересно. Качайте новую студию, ставьте. Много изменений хороших. Кстати говоря, о ссылочках внизу слайдов. В общем, у нас все презентации будут сегодня вечером выложены, мы пошарим себе информацию, поэтому, если что, не фотографируйте, все будет в открытии. Ну, всё. Всем спасибо за внимание! АПЛОДИСМЕНТЫ